Музыка Приветствую вас, братья и сестры. Среди высокого искусства есть место кинематографу. Этот молодой вид искусства завоевал свое прочное место в мире, прочнее многих других, я бы сказал, даже, неожиданно вытеснив многие другие виды и формы искусства или впитав их в себя, приручив и заставив работать на себя. На сегодняшний момент уже собрана огромная фильмотека, такая золотая фильмотека мирового кинематографа. То, что нужно посмотреть, или, по крайней мере, то, с чем нужно познакомиться хотя бы частично из снятого людьми. Мы с трудом можем назвать образованным человека, не читавшего некоторых, так скажем, опорных книг. Ну, список, может быть, для каждого разный, но есть какие-то такие очень важные вещи. В детстве нужно читать Жюль Верна и Стивенсона, наверное, или еще кого-то там чуть позрослей, уже более серьезная литература. И не читавший ничего подобного, ну, сложно сказать, что человек образован. Тоже касается других областей человеческого знания. И есть такие фильмы, и такие имена, такие режиссеры, отсутствие знакомства с которыми обедняет человека. Один из таких метров, таких глыб, скал, таких кинематографического моря, это Акиро Курасава, японский кинорежиссер, которого называли Шекспиром кинематографа. У него есть такой чудный фильм «Семь самураев». Это фильм, который потом имел столько разночтений и копировок, и сюжет этого фильма, до неузнаваемости изменяясь, стал опорной темой для сюжетов тысяч различных фильмов, таких экшенов приключенческих. На самом деле сам фильм довольно сложный, это не развлекательное зрение. Это тяжелый такой фильм, требующий внимания, ума, неразвлекающий глаз, черно-белый, неяркий. И там есть одна такая очень интересная фраза. Фабула проста. Крестьян постоянно грабят разбойники. Только крестьяне соберут урожай, их налетают банды злодеев. В период феодальной раздробленности в Японии нет центральной власти, и грабят крестьян. То одно село, то другое. Крестьяне решают нанять на защиту самураев, бродящих самураев, людей, лишенных хозяина, которых тоже много бродит по стране, дать им лучше половину этого риса собранного, чем чтобы все забрали разбойники. И оплатить их труд этим наемным мечом самурайским защитить свои посевы. И они ищут этих самураев. И я не буду рассказывать о том фильме, потому что вы должны посмотреть его сами, если вас это заинтересует. Но вот там, когда они ищут этих самураев, находят главного, старшего, который, собственно, решается им помочь. И ему нужно для этого еще шесть товарищей. Потому что сам он с той бандой, сколько там, человек 30-40 сабель, не справится. И они спрашивают, а ты хороший самурай? Эти крестьяне, люди такие дотошные и практичные, боящиеся прогадать. Говорят, а ты сможешь нас защитить? У тебя есть опыт сражений? На что этот воин, закаленный в боях, по-философски, по-японски, грустный от жизни, о чем-то думающий, постоянно малоговорящий, говорит им, что у меня есть большой опыт проигранных сражений. Вот, собственно, ради этой мысли я все-таки длинно это и плел, сейчас у ткань, чтобы эти слова сказать. У меня, сказал самураев, большой опыт проигранных сражений. Опыт отрицательный, он ведь тоже опыт. Не в смысле отрицательный, в смысле греха, что вот натворил какие-то гадости и тоже, дескать, опыт приобрел. Нет, в смысле опыт пораженческий, когда хотел как лучше, как вы знаете, это афоризм современный, вылетевший из уст одного известного политика и ставший афоризм народным. А получается, вот как чаще всего, как всегда, хотелось, но не выходит. Эти внутренние поражения, оказывается, тоже полезны человеку. Они приносят ему, могут принести смирение, могут принести ему некую такую благую опытность, могут огорчить его в хорошем смысле так, чтобы он не прельщался красотами видимого мира, чтобы он приобрел некий внутренний вкус к истинным ценностям. То есть уже мало обольщается миром, кто сильно миром обжигался. Эта фраза из японского фильма Акира Курасавы, у меня есть большой опыт проигранных сражений, эта фраза перекликается с другой фразой, сказанной православным митрополитом Антонием Блумом, который однажды сказал, что христианский путь – это путь вверх, путь вперед, идущий от поражения к поражению. Вообще интересно, что мы находим на Востоке, допустим, или в других местах, не ожидая того, какие-то поразительные сходства иногда, какие-то прозрения, такие вспышки яркие, соответствующие христианской мудрости. Это достойно внимания. Один из примеров из восточных мудрецов сказал «Многие знают, как полезно быть полезным, но мало кто знает, как полезно быть бесполезным». Вообще смиреннейшая и красивейшая мысль. Так вот, слова самурая со словами митрополита Антонием перекликаются. Оказывается, путь наш – это путь вперед от поражения к поражению. О чем здесь говорится и что за новое новшество? Ведь не говорит ли нам мир «Ты лучший, ты должен, дерзай, вперед!» Не рождает ли в нас зачастую воспитание и школьные, и патриотическое, и семейное, да любое? Не рождает ли в нас такое стремление к победам, к нахрапистости, такой вот прямолинейность паровоза, достижение своей цели и так далее? Побеждать должен человек. Это рекламный слоган тысячи фирм и тысячи компаний, рекламируя свои продукты как бы лучшее лучшим. Здесь какой-то переворот совершенно на 180 градусов, разворот от поражения к поражению. Такова наша жизнь, братья и сестры. Если быть честным, то мы идем по жизни именно так, ошибаясь, скользя, путаясь, возвращаясь обратно. Зачастую, идя в потемках, мы описываем немыслимые круги и по прошествии долгого времени, думая, что шли вперед, оказываемся в той же самой точке. Это ужасно обидно. Это не был даром пройденный путь. И придя в ту же самую точку, ты еще не попал, собственно, в самое худшее, которое может быть положение. Человек должен творчески посмотреть на все свое прошлое и никого ни в чем не обвиняя, признаться себе в своих ошибках и поблагодарить Бога за то, что Господь Бог хранил нас во все секунды нашей жизни, даже в самые тяжелые, нам казавшись тяжелыми ситуациями, не отпускал от нас свои защищающие творческие руки. Есть такая чудная притча о человеке, который попал тоже на тот свет и предъявляет Богу претензии. Говорит, что мне было очень тяжело. А Господь ему говорит, что не может быть тебе уж так совсем, как никому тяжело. Я всегда был рядом. Твой путь по жизни был похож на путь по мокрому песку. Видишь, твои следы везде идут, а рядышком мои следы, их видно, они рядышком, параллельные. Я всегда был рядом с тобой. Но человек вдруг говорит, а вот видишь, а вот там я иду один. А вот тогда-то мне как раз было и тяжело, а ты как раз в это время меня бросил. Но что Господь ему с тебя на руках. Но внутренне мы переживаем свою жизнь действительно как цепь различных разочарований, различных таких падений, преткновений. И не зря человек устает со временем с жизнью. Устает. Просто накапливает усталость. Так вот, это тоже, братья и сестры, может быть нашим плюсом. Нет ни одного минуса, который нельзя было бы превратить в плюс. Вот плюс в минус не превращается, к счастью. А минус, будучи перечеркнутым, превращается в плюс. Мы должны учиться перечеркивать наши минусы, приобретать из наших минусов плюсы. Например, мы можем приобрести смиренные мысли о себе. Падая и поднимаясь, мы можем учиться не гордиться. А что может быть лучше? Смирикся и спасемя Господь, говорит царь Давид. Хранит младенцев Господь, смирикся и спасемя. Падая, мы можем научиться не осуждать. А что может быть лучше, поскольку неосуждение есть без труда спасение? Не суди, сказала Евангелие нам, и не судим будешь. То есть на суде не судивший никого будет стоять без страха и с удивлением смотреть на то, как судят других, а его нет, потому что он никого не судил, отказался выносить такие резкие суждения о мире и происходящем в мире, о человеческих делах и так далее. То есть мы можем научиться многим вещам через наши поражения. И действительно, путь от поражения к поражению может быть путем и прямо, и вверх. Поэтому я сегодня хотел бы, делясь всеми этими мыслями с вами, сам с собой произнося лишний раз слух, хотел бы вам посоветовать, поделиться с вами этим чувством, чтобы мы не отчаивались, не огорчались через меру, по очи меры не огорчались, не впадали в уныние ни в коем случае, потому что адское состояние, что бы с нами не происходило, как бы мы не заплутали, как бы не подскользнулись в очередной раз, как бы не упали в очередной раз, тяжко и обидно, что опять это со мной. Не отчаивайтесь. Наши минусы могут превращаться в плюсы с Божьей помощью. Иногда Господь идет рядышком, а иногда даже удосуживается брать нас с вами на руки. Итак, имея большой за спиной багаж проигранных сражений, поднимем нос все же повыше и будем знать, что мы не одни, мы с Богом, и в этом залог нашего спасения. Доброй ночи, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин